так это юпитер вообще-вообще прячется за деревья за горизонт 12 июля от это деревья 2020 года так что сниму что получается мутно видно понятно что уже не ну тоже хороший кадр вот тебе пожалуйста ветки деревьев у тебя пожалуйста юпитер со спутниками через плотные слои атмосферы уже практически ничего не видно вот два спутника первый идет к листа от спрятался вниз так вот два спутника 1 идет к листа даже на экранчике вижу не через окуляр сегодня 12 июля 2020 год харьков за окружной 408 по киеву к листа потом идет а не я забыл европа по-моему сегодня за к листа идет европа потом идет юпитер и и дальше гонимед уже за юпитером и спутник ио все тяжелее дается мне говорить и ио и ио ну такое название вот спутника никуда не денешься юпитер скрывается в зеленый разве не красота такого кадра еще не было только что снимал на настройках низкой светочувствительности но уже видно слишком низкого юпитер красота пошли за сатурном где сатурн да ладно неужели уже не видно да вот в комментариях илья запомнил имя илья обратил внимание на то что только венера и земля имеют женские имена это любопытно не знаю чем это говорит надо любопытно что написал что после того как я назвал венеру красавица и он задумался о том что только земля и венера женского рода так до юпитера у нас 620 миллионов километров кстати послезавтра у нас слияние отставить слияние оппозиции в оппозиции юпитер на ближайшем расстоянии к земле и на одной линии с земля солнце юпитер на одной линии юпитер на лучшим образом будет освещен на максимально близком расстоянии к земле так что велкам у нас со вторника обещают дожди и это ровно послезавтра думаю на завтрашних снимках моя эпопея со съемками парада планет 4 илья по сегодняшний день беспрерывно закончится ввиду погодных условий миллиард 350 миллионов километров до сатурна если соврал то на пару-тройку миллионов километров не думаю что для вас это существенно никто не собирается в это воскресенье на сатурн луна на нотном стане на нотном да еще двух ниток не хватает луна в сближении с марсом смотри как красиво сушим как они высоко над горизонтом сегодня прямо в такую раскорячку приходится остановиться чтобы снимать что лучше мою позу не снимать до марса 114 миллионов километров кто просил чтобы я марс снял предыдущую видеозапись посмотрите там я на низких настройках светочувствительности снял марс он не так сильно будет сиять но толку особо нет никаких олимпа вы там не увидите малипуська вот он марс что будет не так сильно дрожала буквально задерживаешь дыхание разжигание это конечно никакие не космические звуки просто объектив выдвигаются механически это огромная труба 125 крат ребятки это серьезно это никакой не телескоп это фотоаппарат никон клуб xp 1000 и когда вот этот раструб выползает из фотоаппарата то у меня все шансы пересечь границы с россией которая недалеко от харькова белгородскую область объективом запас вползти ну и для для того чтобы такую механику поддерживать рабочем состоянии аккумулятора не хватает конечно совершенно единственный мой упрек инженером японским никона потому что ребятки поставить на такой танк для вращения башни две пальчиковые батарейки ну тут аккумулятор но натурально это все равно что на танке вращать башни пальчиковыми батарейками две предыдущие ночи когда я снимал планету на увлеченно мягко говоря у меня дважды прерывала съемка по причине того что аккумулятор садился я конечно поеду ближайшее время и закуплю себе этих батареек я не знаю 10 20 но по факту вчера и позавчера крепко влип что-то это в рома пастор мы здесь не за этим на хорошо сейчас будет сатурн сатурн венера смешались куча коня люди а коня люди это кто это кентавры на бобровке собаке эсэмэскими отменивается интересно камера это слышит наверняка слышит а сейчас попробуем тренировка регулировать все отошел венера встает над горизонтом идеальная погода не дуновение ветерка облаков нет даже на нижних уровнях горизонта соприкосновения земли с небесами да еще надо сказать это не затмение венеры это просто венера освещена солнцем с одной стороны ровно так же как луна сейчас мы видим половину луны это не потому что ее наполовину закрывает какой-то объект просто луна освещена солнцем с одной стороны и вот ровно также венера сейчас освещена с одной стороны дельда барон уже все скрылся в утреннем сияния а вот он вот он вот он я его вижу вижу-вижу сыночек проговорил когда маленький был визу-визу чуть не сбили нас вот трафик ну это альдебарон ты посмотри плюга какая за башня стоит так наводимся на луну не заканчиваем этот дубль да конечно главное разочарование дня это еще знание кометы на улайс f3 2020 подсказываю как можно кометы называть как эти люди имена для своих детей принимают тоже какого-то неоню номер 3 f3 control 5 можно человеческие какие-то имена комете дать ураганом и тем придумывают имена вменяемые а такую красоту как комету не могли ничем лучше кроме как наборную цифру обозвать это и на улайс судя по большому капслолку это аббревиатура какая-то хотя на улайс звучит осмысленно новый разум оновленный разум блин классно у нас смотрится да она же сейчас в зените когда я начинал снимать парад планет у меня этот парад планет начинался 4 июля как раз не с планеты а со спутника земли на луны пимпочка в середине кратер очаровательная когда позавчера или вчера снимал юпитер позавчера наверное позавчера вчера у юпитера все спутники были с одной правой стороны и это было великолепно а позавчера вылезал 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 то ли его то ли европа вылезала из юпитера и получалось такое как будто на юпитере торчит чтобы такое толерантное сказать пимпочка торчит на юпитере боже какая красота да ну тогда луна была ее тоже уже при свете дня снимал но вечером на закате вставала луна из-за горизонта девушки подошли пообщались там на видео слышно наше обсуждение эффекта большой луны у горизонта и маленькой луны вверху хотя угловой размер луны даже когда она кажется огромной на горизонте можно в этом удостовериться монетку поднести там или ноготь мизинца направить а потом позже луна в зените измерить тем же способом убедиться что никакая она не огромная такие же угловые размеры что на горизонте что в зените да это очень хорошая я не знаю может это через окуляр резкость да по моему хорошая резкость двигаю треногу тренога штатив конечно тренога я уже несколько раз замечания читал в комментариях что это штатива не тренога ну я в курсе в общем то но мое увлечение в фотографии видеосъемка луны планет небесного свода начались не так давно а в армии я на срочной службе и не на срочной службе обращался стренога и бусон так оно и прилипло к языку вот какой кратер классный нет ну это по моему самая классная съемка луны из всей моей фильмотеки так что еще не говорил еще не говорил в этой съемке что любые использование этих видеозаписей на канале Максим Костенко не нуждается в согласовании со мной используйтесь расшаривайте не надо на меня ссылаться делайте что хотите с этими видеосъемками я совершенно не плетен дым ни на какое эксклюзивное обладание красиво такой красотой как можно владеть луной что за бред нравится нравится вам смотрите показывайте другим не нравится снимать кому-то нравится смотреть показывайте тому кому тоже нравится смотреть не надо ссылаться не на канал ну то есть это не обязательно совершенно не на меня делайте делайте принт скрины как девушка писала все что угодно это не мое это наше общество уворовать тут тоже ничего невозможно как мне говорят воруют ваше вид не воруют это все даром предоставляется а то что предоставляется даром на площади с надписью забирайте кому нужно уворовать невозможно ладушки господи уже сколько я 20 минут снимаю окрестности сниму живописное не в тему астрономическое ради красоты так это у нас бобровка там да надо сходить скупаться поплавать живу рядом от харькова до бобровки километров пять я сейчас наверно ближе к бобровке чем к харькову ладушки 12 июля 2020 год харьков и 429 по хиеву